Глубоко уважаемый Евгений Иванович, Леонид Антонович, члены Президиума, дорогие коллеги, друзья, гости и участники нашего юбилейного конгресса. Для меня высокая честь этой трибуны от имени Президиума и правления Российского Калининградского общества всех вас приветствовать на нашем юбилейном заседании. Очень много сегодня было сказано об истории нашего общества, очень много было сказано о том, что сделали наши учителя. Действительно, у нас очень великое прошлое. У нас, мне кажется, очень интересное настоящее, но еще, мне кажется, очень многообещающее будущее. У нас много вызовов, которые создают определенные сложности и требуют изменений в нашей работе. И мы понимаем, что решение сложных проблем с заболеваемыми сердечно-сосудистой системой, безусловно, это сложный и комплексный процесс. Это не только врачи, не только мы с вами. И спасибо всем вам, кто честно исполняет свой долг на своем рабочем месте. Но это совместные усилия и политических, и государственных, и экономических, и управленческих решений. Только так мы все вместе можем решить эту сложную проблему. У меня приготовлен, поверьте, был доклад специально, но многие вопросы истории в этом докладе отражены были в фильме. Об этом много говорил Евгений Иванович, выступающий. Очень много было сказано и о регионах, где работают и создавались кардиологические школы. Что бы мне хотелось сказать, месседж как бы в будущее. Будущее, безусловно, мы должны идти по пути, по пути повышения авторитета нашего общества. Есть законодательная база, есть указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 года, где прямо написано о том, что общественные организации должны более активно участвовать в решении многих государственных задач. И наша с вами задача действовать и двигаться по этому пути. Есть в мире лозунг, если ты не будешь стучаться, тебе дверь не откроют. Если ты не будешь просить, то тебе никто ничего не даст. Мне кажется, что мы должны много говорить и говорить о том, что есть на самом деле на самых разных уровнях. Я думаю, что мы, конечно, об этом много говорилось, должны идти по пути интеграции. Мы должны идти по пути мультидисциплинарного подхода. Но нет сегодня одного больного с одним заболеванием. Есть абсолютное большинство больных, где много, высокая комобильность. Об этом все говорили, сегодня выступали. Поэтому мы должны присоединяться к мировому тренду командного подхода в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Командного подхода в лечении многих сложных больных вместе и с интернационными кардиологами, и вместе с глубоко уважаемыми кардиохирургами. И действительно, это результат выбора и совместного коллегиального решения. Я думаю, что, конечно, мы должны развивать новое направление, которое обозначено в мире – трансляционная медицина. Трансляционная медицина, конечно, она в значительной степени и связана с историей кардиологии в России. Институт экспериментальной медицины. Иван Петрович Павлов. Профессор Боткин, Иван Петрович Павлов работал в лаборатории физиологии Боткина. Вот где создавалась медицина. Мы, конечно, не очень хорошо знаем свою историю. И к своему стыду, и я, наверное, тоже. Когда мы готовили к столетию нашего университета, мы познакомились с архивом, который лежал со времен Второй мировой войны в университете Павлова. И вот там мы узнали о тех публикациях, которые Георгий Федорович Ланге и его ученики сделали во время Великой Отечественной войны и до этого. И, конечно, об этих публикациях не было известно за рубежом. Мне было известно о том, что мониторирование суточное артериальное давление Георгий Федорович делал еще в 20-е годы, опубликованная работа в 24-м году. Что метаболический синдром инсулино-резистентность теория была сформулирована в 60-е годы, задолго до Ривина и много-много-много. И, конечно, были там слова не пророка в своем Отечестве, и иногда нам помогают признать и почувствовать наши достижения. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее. Я очень благодарен всем вам за ту поддержку, которую я чувствую на своем посту. Я очень благодарен и президиуму, и правлению. И я думаю, что наша сила, наше общество в нашем совместном единении. Мы должны создать общество в регионах. Эти общества должны активно работать, и мы только так сможем решать наши сложные задачи. Я очень благодарен всем, кто сегодня присутствовал, всем членам президиума. Я очень благодарен за все поздравления и с администрацией президента, и правительства, и Федерального собрания, Государственной думы, и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и правительства Санкт-Петербурга, и полномочные представители Санкт-Петербурга. Я благодарен за поздравления сердечно-сосудистых хирургов, всем, кто сегодня прислал наши поздравления. И, конечно, я очень благодарен нашему министру Веронике Ильине Скворцовой, которая поддерживает нас. Она была председателем оргкомитета Конгресса и очень много сделала для того, чтобы мы в этом зале сегодня сделали все вот так очень хорошо и красиво. Я хочу пожелать вам всем здоровья, удачи, здоровья вашим родным и близким, поблагодарить всех, кто помогал, поблагодарить всю команду, конечно, поблагодарить фермацетической компании, которая работала с нами, и мы вместе с ними, вместе решаем вопросы выбора того или иного лучшего лекарства для конкретного пациента. Спасибо еще раз всем вам, здоровья, удачи, и я очень надеюсь на наш успех, и, в общем, я уверен с нем. Спасибо. Спасибо.